Одним из ключевых вопросов на повестке дня является выбор Кармела Энтони. Скорее всего, шансы остаться у Никс, у него предпочтительные. Почему? Во-первых, именно в Никс и только в Никс ему могут предложить максимальный контракт, как по сумме, так и по времени действия. 129 миллионов на пять лет. Я думаю, это та сумма, которая может заставить Кармела Энтони принять решение в пользу Никс. Все обсуждают возможный переход Кармела Энтони в Майами Хит. Почему я считаю, что он невозможен? Ну, платежка у Хит и так забита. Даже если говорить о том, что лидеры команды станут свободными агентами, у них есть такая опция в контракте, более того, Леброн Джеймс уже стал свободным агентом, как мы знаем, то они, если подпишутся, то далеко не на те деньги, которые позволят платежке Хит взять на себя контракт Кармела Энтони, который возможен там до 100 миллионов на четыре года. Хьюстон уже интереснее. Там есть Харден, там есть Ховард и возможность создать большое трио, хоть пусть и на бумаге, но оно существует. Но для того, чтобы Хьюстону взять на себя контракт Кармела, им тоже необходимо провести определенные действия. Главным претендентом, помимо Никс, на Кармела является Чикаго Буллс. В Чикаго возвращается Дерри Кроуз. Я очень надеюсь, что возвращается он в оптимальных кондициях и больше не будет тех ужасных травм, которые были у него. В команде прекрасный центровой Жо Кимно, который защищается отлично, берет подбор, дает передачи, является очень хорошим центровым. И приход Кармела в эту команду, объединение с пятеркой, например, Батлер, Роуз, Кармела, Тач Гибсон и Жо Кимно на бумаге выглядит очень перспективно и может дать бой в Майами Хит. Поэтому я думаю, что Кармела и Энтони будут выбирать из двух вариантов – Нью-Йорк Никс или Чикаго Буллс.